В этом выпуске я, Александр Лупиненко, расскажу о некоторых актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другими интересными новостями. Как всегда, для начала о погоде. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Ветер западного направления скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 15. Начнем выпуск с актуальных культурных новостей Гомеля. В выставочном зале университета имени Франциска Скорины открылась фотовыставка под названием «Человек читающий». Читать всегда и везде – это та тема, которая объединила полсотни снимков, отражающих эмоции на лицах людей с книгами в руках. «Человек читающий» – это проект, ставший итогом онлайн-фотомарафона Российского центра науки и культуры в Гомеле. Его первостепенная задача – отметить Всемирный день книголюба, получила продолжение в проведении конкурсов и выставок. Познакомиться с экспозицией в выставочном зале университета можно до 25 сентября. Вход свободный. В музее истории печати и фотографии Гомельщины открыта выставка работ фотографа Еленки Донбровой. История экспозиции под названием «Игра, света и тени» начинается еще в 2009 году. Затем казалось, что кроме пары снимков больше ничего не получится. Еще 4 года идея не реализовывалась. Многие фотографии ушли в корзину, но со временем у автора сформировался подход, были поставлены конкретные рамки. А это отсутствие монтажа и серьезной обработки. Хотелось не нарисовать, не придумать, а именно увидеть и запечатлеть. Что из этого получилось, узнают гости Музея истории печати и фотографии Гомельщины. Выставка открыта до 6 октября. Во дворце Румянцевых и Паскевичей открыта художественная выставка под названием «Древнейшая из искусств». Она посвящена графике. В экспозиции более 80 работ из фондов музея, выполненных в разных техниках. Они охватывают период с 17 по 20 века. Гости дворца увидят графические произведения минувшего столетия, росписи, гравюры, а также рисунки, сделанные на пергаменте и бумаге. Все работы демонстрируют неограниченные возможности графики. Как правило, изображения хранят первое прикосновение к бумаге, первый полет мысли. И в этом особая прелесть графики, которой многие ценители отдают предпочтение перед живописью и другими видами искусства. С коллекцией графики на выставке «Древнейшие из искусств» можно познакомиться до 8 ноября. В картинной галерее Гаврила Ващенко продолжает работу выставка «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Ну а самые известные среди них, которые знакомы широкой публике – «Ирисы», «Подсолнухи», «Звездная ночь». На выставке можно увидеть как знаменитые сюжеты, так и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и историей создания произведений великого Ван Гога. Прогулку по Гомелю столетней давности предлагает совершить филиал Ветковского музея. В этой экспозиции – ретроспектива архитектурного облика города – от деревянного до кирпично-бетонного. Резные элементы народного искусства расскажут о мастерстве белорусских мастеров, имена которых не стали частью истории. Со временем более современные материалы вытеснили дерево с улиц города. И над его обликом стали трудиться архитекторы, которые строили дома в разных стилях. Посетители выставки увидят макеты зданий этого периода. Изображение ушедшей эпохи – это результат основательной работы с архивом. Познакомиться с ним можно будет до декабря месяца. Поговорим немного о братьях наших меньших. Вы когда-нибудь задумывались о том, зачем кошки закрывают нос лапами? Или о том, почему собаки любят спать на вашем месте? Об этом далее. Иногда поведение наших кошек способно сильно озадачить. Хозяева этих пушистых питомцев сами пытаются найти разумное объяснение разным странностям их поведения. Но ученые уже дали ответы на многие вопросы. Итак, зачем же кошки закрывают носы лапами? Дело в том, что они любят спать с прикрытым носиком. И в качестве одеяла они привыкли использовать лапы и хвосты. Есть даже соответствующие народные приметы. Это предвестник скорой перемены погоды. Поскольку кошки очень чувствительны, то в состоянии ощущаются грядущие припады температуры. А если в квартире становится прохладнее, то питомец пытается защитить одну из самых уязвимых к морозам частей тела. Прикрыв нос, кошка чувствует себя более комфортно, но это не единственная причина. Не секрет, что питомцы любят отдыхать днем, когда остальные на работе. И если на лежанку падает свет, кошка будет пытаться спрятаться от него. Наблюдайте за своими питомцами, это интересно и может положительно влиять на ваши с ними отношения. Многие владельцы собак сталкиваются с тем, что питомцы любят занять их спальное место. Почему же они так делают? Во-первых, у животного может не быть своего угла, и если это так, то он будет пытаться найти максимальный комфорт для себя. И хозяйская постель – отличный вариант. Во-вторых, речь может идти об уважении. Некоторые собаки в знак почтения своему вожаку непрочно греть для него место. Третьей причиной специалисты называют доминирование. И она, пожалуй, самая настораживающая. Если пес стал считать себя главным в семье, то он считает постель хозяина своей по праву. Заметив этот и другие признаки доминирования собаки – рычание, непослушание, агрессия, задумайтесь. Может, стоит обратиться к кинологу? Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Нотариус Гомельского нотариального округа Светлана Белова расскажет о том, как нотариус может помочь договориться в вопросе воспитания детей. Ну, как мы все знаем, не лишним будет напомнить, что детки нуждаются в заботе и внимании как со стороны мамы, так и со стороны папы. И, соответственно, тот родитель, который проживает отдельно от детей, он имеет право общаться с детками, но при этом он обязан их содержать, принимать участие в их воспитании. Тот родитель, с которым дети проживают, соответственно, не имеет права препятствовать другому родителю в общении его с детьми. То есть 1 июля родители, которые никогда не были в браке, либо брак которых расторгнут, имеют право заключить соглашение о детях. В данном соглашении можно решить все вопросы воспитания, проживания, содержания деток. Можно определить размер алиментов, выплачиваемых на детей. Можно определить порядок выезда детей из Республики Беларусь. Можно определить порядок проживания детей, порядок общения с ребенком, отдельно проживающего родителя. Для сравнения, до 1 июля такой возможности не было. То есть такая возможность была только у супругов при расторжении брака, соответственно, либо признание его недействительным, и только такое соглашение мог удостоверить суд. Поэтому, конечно, те лица, которые брак уже расторгли, либо которые никогда не были супругами, такой возможности не имели. Поэтому это новшество в законодательстве. И, соответственно, сейчас по этому вопросу можно обратиться к нотариусу. Хотелось бы обратить внимание, что этот договор, это соглашение носит личный характер, поэтому оформить его по доверенности нельзя. Для этого нужно будет обязательно присутствие обоих родителей лично. Хотелось бы обратить внимание телезрителей наших на то, что мирное решение вопросов. К этому всегда нужно стремиться. Поэтому очень целесообразно вопросы в отношении детей решать путем соглашения. То есть это разумно, это правильно. Ну и, соответственно, в этом вопросе сейчас вправе помочь нотариус. Также хочу обратить внимание на то, что сейчас имеется возможность, скажем так, заключения нескольких соглашений, в которых могут быть урегулированы вопросы о детях. То есть это брачный договор, соответственно, это соглашение об уплате алиментов. И причем не только на несовершеннолетних детей, но и на нетрудоспособных совершеннолетних. А также соглашение о детях. Причем соглашение о детях можно заключить только в том случае, если до этого родители не обратились в суд и не решили эти вопросы в судебном решении, либо в уже заключенном ими брачном договоре, либо соглашение об уплате алиментов. Поэтому никогда не стоит торопиться обращаться в суд. Всегда нужно пытаться договориться и прийти к нотариусу, чтобы он помог в решении данных вопросов. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Александр Лупиненко. Пусть новый день будет наполнен только яркими эмоциями. Оставайтесь на «Беларусь 4 Гомель».